Задача – каждый грамм использовать в нашем хозяйстве. Качественно и без больших затрат. В Улан-Удэ построят дороги из старого асфальта. Они шумят, кричат, ругаются, бывают раки, всякое бывает. Беспокойное соседство. Запретят ли наливайки в жилых домах? Вы, Интонич, отвечаете на поставленный вопрос? Я вам ответил. О чем опять спорят депутаты? В народном хурале прошел очередной совет. Здравствуйте, это новости на АТВ. Меня зовут Намжил Коновалов. Начнем со срочной информации. Как сообщают наши коллеги из Пол.ру, сегодня утром силовики нагрянули к министру образования Бурятии Баиру Жалсанову. Очевидцы сняли людей в масках и с автоматами у его дома. Как сообщили в МВД, обыски связаны с уголовным делом на руководителя одного из частных детских садов Улан-Удэ из-за бюджетных субсидий. А теперь к другим новостям. Власти Улан-Удэ хотят использовать старый асфальт при ремонте дорог. Во-первых, его уже некуда складировать. Во-вторых, это сэкономит миллионы. Кроме того, несколько участков отремонтируют на деньги, сэкономленные во время конкурсных процедур. А это еще 107 миллионов рублей. На совещании по НАСПроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городские власти определили улицы, которые нужно отремонтировать и установили сроки. Подробности в сюжете Мария Амвасканян. 107 миллионов деньги, сэкономленные на конкурсах, власти решили не возвращать в федеральный бюджет. Их распределят по нескольким участкам, которые отремонтируют уже в этом году. Это улица Бабушкина, от улицы Трубачеева до центрального рынка. И в ту, и в другую сторону. Она у нас довольно интенсивно используется и уже подверг за большому износу. В том числе захватываем и участок на Шевский подъем. То есть те дороги, которые необходимы нашим автолюбителям. Построят и дополнительную полосу движения с тротуарами около строящейся школы на улице Автотранспортная. Учитывая, что у нас большая школа на 1275 мест, в этом году сдачи планируется. Будет там поток, трафик очень большой. Мы понимаем, что мы создадим коллапс. Поэтому Минтранспорт тоже на встречу идет. Мы это дело договорились. Частично обновятся улицы Дорожная, Хахалова, Сотниковская, Выборгская и перекрестки на Барсоева, Шмидта и Павлова. Кроме того, в этом году в Улан-Удэ попробуют использовать старый асфальт в ремонте дорог. По словам чиновников, его некуда складировать. Тем более, что в других регионах так делают уже давно. Считается, что 80% старого асфальта можно использовать вторично, без ухудшения качества полотна. В этом сезоне мы предлагаем провести два эксперимента. Первое. По холодной технологии. Здесь мы предлагаем выбрать одну из дорог с неусовершенствованным покрытием, по которой имеется движение общественного транспорта, и закатать ее фрезератом. И второй момент. Это так называемая горячая технология, по которой грануляты бывшие в употреблении добавляются в массу асфальта и битума, который готовится на асфальтовом заводе. Мы живем в Сибири. У нас даже новый асфальт с нового битума, с нового комплектующих. Это уже на 3-4 год покрывается крещенами и приходит нервности. А здесь вот давайте мы проведем опыт, проведем эксперимент, и в случае его положительного эффекта будем уже внедрять на постоянную. Задача – каждый грамм использовать в нашем хозяйстве. В этом году на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» потратят 700 миллионов рублей. На эти деньги в Улан-Удэ отремонтируют 25 участков общей протяженностью 30 километров. Мариам Вусканян, телекомпания АТВ. Депутаты горсовета задумались о закрытии баров в жилых домах. Жалобы на так называемые наливайки поступают регулярно, в первую очередь из-за шума. Но как быть владельцем и работником самих заведений? Чтобы решить этот вопрос, создана рабочая группа. На одном из ее выездных заседаний побывали и мы. Алкобары в жилых домах мешают горожанам. Мы много раз снимали сюжеты на эту тему. Шумы, пьяные депоши до глубокой ночи. С торца не сделали туалет. То есть посетители ходят в туалет. Зимой, конечно, это все видно наглядно. Оно и летным, соответственно, пахнет. У нас что, девиз теперь? Каждому дому пивной ларек. Да это до каких пор вообще будет продолжаться-то? Граната бы была, я бы туда точно бросила. Пьяные разборки, мусор, табачный дым коромыслом и туалет под окнами. К сожалению, это привычная картина для тех, кто живет в одном доме с пивным баром. Жалобы на такие заведения поступают регулярно. Поэтому депутаты горсовета задумались над тем, как закрыть хотя бы часть таких увеселительных мест. В прошлом году Госдума запретила размещать пятийные заведения площадью менее 20 квадратов в жилых домах. При этом дав регионам право ужесточать эту норму. От жителей поступало очень много жалоб. Но есть другая сторона, конечно, понятцы, это и предприниматели, и их бизнес, и наукообложение нашего региона. Поэтому создана рабочая группа, чтобы посмотреть, а что можно сделать, чтобы и жители были довольны, и предприниматели не пострадали. У вас сколько заведений? У нас в городе Улан-Удэ расположен 31 магазин. 18 из них расположены как раз-таки во многоквартирных жилых домах. И 13 находятся уже в отдельно стоящих зданиях. Средняя площадь торгового зала? Ну, как раз-таки, средняя площадь, она, наверное, 20 квадратов и есть оптимально. Те бары, которые расположены в многоквартирных жилых домах, работают только до 11 часов. А это такой вопрос, это связано с коронавирусными местами или это у нас постоянно? Нет, это постоянно, потому что мы все знаем, что действует закон, да, что после 11 мы все должны соблюдать тишину, потому что жители хотят отдыхать, и все равно там лишние какие-то неприятные ситуации с жителями нам не нужны. Поэтому мы привыкли дружить со своими жителями. Я на первом этаже живу. Это зиму, летом вообще невозможно окна открыть. Они шумят, кричат, рукаются, бывает, браки, всякое бывает. Я сколько раз сама доработала, я сколько раз видела мужчин, проживающих в этих же домах. Вот он идет, ему лет 45-50 в состоянии алкогольного опьянения. Он заходит за наш балкон и справляет нужду. Я чуть ли не ругалась с ним, я сама подошла, я начала ругаться. Это я видела своими глазами. Поэтому только на наших посетителей это сваливать было бы тоже неправильно. Они сидели бы здесь, не выходили в туалет, здесь все нормально. У нас-то жалобы жителей по-другому. Потому что они устраивают дебоши во дворах, понимаете, и всю продукцию, которую они у вас купили, ну не у вас, а вообще в таких заведениях, кидают тут же во дворах, в детских площадках в основном. Вот чем беда-то. С этим надо бороться. Вы же тоже лукавите, когда говорите, что вы после 9 часов не продаете. Да, мы не лукавим. На самом деле действительно так и работает. Если, конечно, были бы, например, площади, которые, например, отдельно стоящие, там, не жилые, ради бога, но их же нет. То есть, да, мы бы могли развивать свои сети, если были бы нежилые помещения, где мы могли бы. Если ставить, например, отдельно стоящие какие-то, там, да, вот, например, то, что те же даже павильоны, там, или какие-то такие места, ну, тоже там по разрешительным документам, но все это очень сложно. Если больше 50 квадратов, там, да, каждая жилплощадь, там, например, ну, арендуемая, не своя собственность, да, там, естественно, там и цена другая. Получается, мы же тоже залаживаем, там, вот это производство, и так далее, там, затраты, там, и так далее, но это неподъемная сумма получается. И поэтому тоже мы учитываем вот эти моменты. Конечно, несмотря на то, что все-таки это какая-то часть бизнеса, и это люди, рабочие места, но все-таки здесь между интересами бизнеса, интересами людей, нужно, конечно, выбирать интересы людей, и я за то, чтобы закрыть в жилых домах. От нас будет, в любом случае, инициатива и настаивание, и позиция, подкрепленная не только нашим решением, но и, в первую очередь, решениями и обращениями жителей. И уже теперь наша задача убедить наших хуральских коллег принять такое решение. Ну, по моему мнению, правильное решение. Мы сейчас будем проводить работу, мы будем выходить на комитеты и будем выходить с законодательной инициативой. В Бурятии возобновят работу детские лагеря. Правда, не в обычном, а в ограниченном режиме. И за сами знаете чего максимально разрешенная наполняемость 50%. Но есть и другой вопрос. Насколько наши лагеря готовы к открытию? Большинство из них нуждаются в реконструкции, а денег на это нет. Как решить проблему отрасли сегодня решали депутаты Хурала. Кардинально что-то поменялось во второй половине? Или мы так просто делать нечего решили повторить еще раз? Или что-то здесь поменялось в плане работы на второй квартал вообще? Наш оператор еще не успел настроить камеру, а Ильич Ейматханов уже накинулся на спикера еще до начала заседания. Ну, смелей, смелей. Это давайте корректно введите себя, пожалуйста, смелее или не смелее. Давайте, мы здесь в Совет Народного Компания. Владимир Ильич, отвечайте на поставленный вопрос. Я вам ответил. Что изменилось в повестке дня? Вопрос зададите докладчику. Почему докладчику? Вы что, не вводите вопросами? Вопрос зададите докладчику. Мы еще не перешли к повестке. Когда, уважаемый Ильич Эдуардович, когда мы начнем рассматривать повестку, меня докладчику... Сразу мне ответьте, когда начнем. Зададите вопрос докладчику. А вы владеете ситуацией, да, получается? Есть у нас докладчик. Ну ладно, будем знать. От такого уже привычного для всех трэш-штока депутаты перешли к докладам. Первым вышел царендаши Доржиев. Рассказал о планах работы Совета Хурала. Исполнение постановления Совета Народного Хурала Республики Бурятия 10 сентября 2020 года под номером 589. Ладно, слушать 10-минутное чтение с бумажки я вас заставлять не буду. Если кратко, задача на ближайший месяц – это подготовка повестки к следующей сессии и отчет об исполнении закона об отходах производства и потребления. Особенно всех интересует вопрос, а что там с бездымным топливом. Эксперимент по бездымному углю мы контролируем. Технологический университет выиграл конкурс, и поэтому до 1 апреля они должны предоставить данные уже комитета города. Мы будем проводить специальное рабочее совещание на комитете чисто по бездымному углю, что получено. Деньги, как говорится, выделены, ученые работают. Нам осталось послушать результаты. Мы можем это сделать на рабочем совещании комитета с приглашением всех депутатов. Затем к трибуне вышел министр спорта и поделился хорошими новостями. В этом году у наших детей вновь появилась возможность отдохнуть в лагерях. Загрузка лагерей будет на 75%. В прошлом году мы разрешили проведение только санаторно-курортного отдыха детей с загрузкой объектов отдыха на 50%. То в этом году все формы отдыха будут разрешены за исключением палаточных лагерей. Все остальные формы отдыха будут работать. При этом, как подчеркнул министр, ситуация с детскими лагерями в Бурятии непростая. В республике их всего 28, из них спортивных всего два. Вдобавок, большинство лагерей построили еще в 60-х, и они давно не отвечают современным требованиям. Для того, чтобы сделать реконструкцию или построить новые загородные лагеря с круглосуточным содержанием, нужно достаточно большое финансирование. Кроме этого, с 2017 года с федеральным бюджетом у нас уже не поступает субсидия на организацию летнего оздоровительного отдыха детей. На следующей сессии депутаты планируют выступить с обращением к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги из федерального бюджета. Чингис Ачиров, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Немысленно загаять эту кульку туда. Время пострелять. Приключения блондинки в тире. Кернинг, кернинг. Это когда швабры, да, там труд. Борьба, футбол и фехтование. Улан-Удэнс о своих спортивных предпочтениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сложно представить себе человека, более далекого от стрельбы и оружия, чем наш корреспондент Валерия Роднаева. Еще сложнее представить то, что Лера накануне устроила в стрелковом клубе, где работают лучшие тренеры республики и занимаются олимпийские чемпионы. Мы не поверили, пока не посмотрели это видео. Вот оно. В последний раз я держала в руках винтовку, когда училась в 11 классе и пыталась сдать нормы ГТО. Тогда у меня не получилось попасть в мишень, но сегодня я могу все исправить, ведь мы в подвале центрального стадиона и здесь находится стрелковый тир. Время пострелять. Честно говоря, стрелок из меня никакой, но инструкторов это не смутило. Не хочешь – научим, не можешь – заставим. Вау. Мне такой нравится девиз. Я же говорю. Ну, тогда пойдемте. Стрелять? Пойдемте. Дайте винтовку нам, пожалуйста. Рыган, да, давно я вас не видел. Как поживаете? Отлично. А вы меня видели когда-то? Я вас поклонник. Серьезно? Да. Серьезно. Идем или нет? Да, мы идем. Серьезно. Так. Сидите все. Маленько вот так. Эти места упираю сейчас в стол. Так. Дальше. Винтовку берем. Вот сюда. Внизу вот так будет все красиво. Все ровно. Если все будет ровно, то только упадет в мишень. Пока меня учат держать винтовку, посмотрите небольшой обзор залов стрелкового клуба. Всего их четыре. Три больших, основных и один маленький арбалетный. В этом зале можно пострелять с 50 метров, в этом с 25. Ну а такие, как я, начинают с десяточки. Оба, вот так вот. Затвор. Для конца. Чик. Чик. Берем вот эту винтовку. Да. И целимся. Значит, когда будешь готова, выстрел делаешь. Угу. Так, серединка. Попала? Мы попали в десятку, посмотрите, да. Вау! Десять и один. Это я суперстрелок, получается? Да, это очень супер. Очень суперстрелком можете стать и вы. Здесь принимают всех желающих. Можно просто зайти, разрядить пару обоим и разрядиться самому. А можно записаться в секцию и заниматься регулярно. Мы в основном берем с 12 лет. Вот. Потому что вроде как уже человек маленький начинает соображать, формировался. Но иногда приходят большенькие ребятишки, десятилетние. Ну, берем десятилетних тоже. А берете взрослых людей? Ну, взрослых людей мы берем. Особенно у вас приходят для сдачи экзаменов, которые сотрудники силовых структур. Когда у них зачеты подходят, вот они приходят, вот у нас отстреляют. В этом году я поняла, что мне очень нравится профессия МЧС или МВД. Эти занятия зря не будут в этой профессии. Просто записалась, очень нравится здесь ходить. Хожу, три занятия уже проходили. У нас начался первый день каникулы. И мы видели в Инстаграме, что открылся ТИР. И буквально, по-моему, в понедельник я видела такую рекламу. И решили обязательно прийти познакомить детей. И вот смотрю, думаю, может быть, даже и отдадим их в секцию. Это местная доска почета. Портреты лучших выпускников, самых метких и самых опасных людей в нашем городе. Мы видели тебя. Я очень не горжусь этой фоткой. Горзишь? Нет, потому что, как правило, они выбирают фотографии не самые удачные, которые мы заметили. Как думаешь, почему тебя повесили на так называемую доску почета? Вообще, когда я только пришла сюда и увидела вот эти первые фотографии девушек, которые занимались здесь до этого, и мне поставила перед собой мужскую цель дослужиться до такого, чтобы заработать себе баннер здесь. Я заработала. Все. Настя тренируется шесть раз в неделю по шесть часов. Три часа утром и три вечером. Ради спорта пришлось пожертвовать многим. Ты не поступала, да, в университет? Я поступала, у меня отчислили. За что? За пропуск? Как ты не слышишь об этом или нет? Да нет, обидно только то, что отчислили, получается, с четвертого курса. Четвертого курса из платного отделения, поэтому... Ну ничего, будем останавливаться, будем пробовать. На счету у Насти множество достижений. Из самых значимых второе место в юношеских олимпийских играх, а также серебро и бронза первенств Европы. А как друзья вообще относятся? Говорят, что ты очень опасная. Топ-три фразы, которые я слышу. Белки в глаз попадешь, это опасно. Чего эта девочка занимается полевой страницей. Почему любите этот вид спорта? Любительная женщина, помню, так? А это мое призывание. Я служил 25 лет в военно-морском флоре. А как это бросили и пришли сюда? Я не бросил, я на пенсию. Я пришла сюда военно. А вы крутой, да? Что? Крутой. Крутые только яйца бывают, знаете, да? Куриные. Как вы думаете, вот каждому дано стрелять? Или это как-то какие-то предотположенности должны быть? Нет, ну, конечно, стрелять-то может каждый. Что там на кнопочку нажал, как говорится, на курок, да и все. Другой вопрос, дальше результаты как покажут? Покажут ли они высшие результаты? Здесь мы уже сидим, уже отбираем. Вот ходит, там много народу же ходит, но из них же единицы могут только стать чемпионами мира. В чем сила? Сила в правде и в мысли. Ты должна сидеть и мысленно загаять эту пульку туда, хоть и надо. Ладно, я пойду. Сходи, пожалуйста. И в мысли на пульку туда. Валерия Роднаева, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Друзья, совсем скоро стартует самое масштабное и народное футбольное событие в истории Улан-Удэ. С 10 апреля любой из вас может побороться за кубок АТВ и МСМ по мини-футболу. Накануне этого мероприятия мы решили узнать, любит ли улан-уденцы спорт, а если да, то какой. Алтана Мункуева в свежем выпуске Улан-Удэ Лайф. Футбол – это один из самых популярных видов спорта в мире. Знаменитые футболисты зарабатывают миллионы долларов на этом деле. А любят ли погонять мяч улан-уденцы и какой вид спорта они предпочитают, узнаем прямо сейчас. Кстати, с 10 апреля стартует кубок АТВ и МСМ. В нем может принять участие любой желающий. А вот сейчас пойдем спрашивать. Футбол, спортзал. Мячиком хорошо управляете? Можете нам какие-нибудь финты показать? Я, как правило, его ловлю. Дзюбу знаете? Знаю. 22-й, наверное. Не помните, чем прославился несколько месяцев назад? Со своими какими-то там, что-то, где-то, где-то, где-то. 195 сантиметра. Обалдеть. Удобно с таким ростом жить? Да. Минусов никаких нет? Головой ударяюсь. Можете с вами пообщаться? Ну, я тут здесь как-то покупать. А. Да. А мы здесь все просто... Нет. Ну, на нет и сюда нет. Как подходите? Ой, пошел, говорю. До свидания. Меня фото, что ли? Зачем? Фото? Вы очень красивый, модный такой весь на стиле. Что, без маски хотите сказать? Обалдеть. Как такому научиться можно? Ну, можно... Я обучаю, в принципе. Можно у меня научиться. Фехтование, как бы... Для всех мальчиков и для большинства девочек это рыцари. С рыцарями ассезуируется. Все равно интересно. Кто-то вырос на мушкетеров. Спорт придает людям силу, здоровье, красоту человеческого тела, а музыка воспитывает душа человека. Это вольная борьба и по студенчеству гириум спортом. Очки где купил? Это ее очки. Смотрите-ка, что исполняет. А самое время поговорить. Красавчик, ну ладно, иди. Так больно по руке дал. Кубок по футболу с 10 апреля. Нет. Ты бы участвовал? Ну, да, наверное. Вы бы приняли участие? Вполне, конечно. Почему бы и нет? Лично твое мнение? У меня нет своего мнения такого. Максимум раз, может быть, я смогу потянуться, и все. С подтягиваниями плохо. Отжимаюсь, отжимаюсь, приседаю, приседаю. А вам с вашим ростом-то просто на носочки встал, и все. Я каждый утро занимаюсь зарядочкой. Немножко легкой. Холодный контрастный душ делаю. Как вас зовут? Носак. Носак? Ага. Что это ими значит? Ничего, не знаю. Серьезно, не знаете? Ага. А у родителей не спрашивали? Нет. Не знаете меня? Нет. Я же тот, кто приносит радость победителям прошлого выпуска. Вот победный комментарий, и вы получаете подарок от наших друзей. Йоби да йоби. Поаплодируем, ребята. Что такое грустное? Ну, плохая погода. Плохая погода? Вот видите, на меня погода не влияет. Хотите, поделюсь своим настроением с вами? Давайте. Получше стало? Спасибо. Торопитесь? Я вам не понравилась, да? Нет, почему? Понравилась. Понравилась? Спасибо. Женский футбол смотрите? Нет, женский, к сожалению, нет. Ну, или к счастью. Как думаете, кто лучше играет, мужчина или женщина в футбол? Ну, наверное, за девушками тоже было бы приятно подобретать, как они играют. Только девочки? Да, только девочки их смотрю. А почему? Не знаю. Мне вообще женский футбол нравится. Любите футбол? Честно, никогда. Ой, никогда, некогда. Дзюба там, Акинфеев, Тарасов. А почему Дзюбу первым выделили? Да, просто. 3-1 выиграли наши. А с кем играли? В Майами. Ну, сфокусирован на одном виде спорта, и именно остальное меня не интересует. С женщинами у вас так же? Да, в 8 мне тренер сбора не нравится, этой сборной. Да мне здесь на отметку надо сбегать, центральный рынок. На отметку? Колос, где гостиница, да-да-да. У меня Назор. Кто у вас? Назор, Назор, Назор. В нашей стране футбол это как-то не очень. Я не бурят. Кто? Я монгол. Просто Дима так лучше запоминается. С 10 вечера до 6 утра должен быть дома. Ко мне еще 2-3 ночи приезжать, проверяются. Обалдеть. Вы какой-то криминальный авторитет, что ли? Я люблю на велосипеде кататься с ребятишками, со своими. У меня дочь тоже любит на велосипеде, мы с ним вместе. Крекер. Крекет. Крекет, я точно не скажу. Крекер? Крекет, я точно не помню. Керлинг? Керлинг, да, керлинг. Керлинг, керлинг. Это когда швабры, да, там труд. А какой спорт предпочитаете вы? Пишите в комментариях. Самый залайканный из вас получит подарок от сети доставок, суши и роллов, йоби-да-йоби. И не забывайте, что 10 апреля стартует Кубок АТВ и МСМ по мини-футболу. Вы смотрели Лондельев. Пока-пока. А это информация для самых смелых и креативных. У нас продолжается кастинг. Хотите стать корреспондентом или ведущим АТВ, у вас есть шанс. Смотрите внимательно следующий сюжет. Добрый день, в эфире новости. И с вами я, Никита Самбуцаренов. С вами информационная программа новостей. И я, я ведущая Николая Вадарьев. Дружная команда телекомпании АТВ объявили о кастинге. На Байкале установили новый рекорд Гиннесса. Человек всегда хотел приоткрыть завесы тайны прошлого и будущего. Сегодня мы поговорим об одном мальчике, об лудном сыне. Сегодня мы вместе с вами разберемся и взвесим плюсы и минусы. Первый этап кастинга на АТВ подошел к концу. Мы посмотрели все ваши видеозаявки. И самые лучшие вы найдете у нас в Инстаграм. Но для начала послушайте об условиях второго этапа. Мы уже успели понять, как вы работаете на камеру. А теперь нам интересно узнать, умеете ли вы общаться с людьми. Выйдите на улицу нашего города и опросите улан-уденсов. Ко второму этапу допускаются все участники первого. Условия те же самые. Опубликуйте в Инстаграм видео длиной не больше одной минуты. Отметьте наш аккаунт и укажите хэштег «КастингАТВ». И ждите результатов. Скорее! Это были новости на АТВ. С вами был нам Жил Коновалов. Покупай в Абсолюте выгодно. Сыр «Король Эдвард» всего за 539 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССР «Оптика СССР». Такую выгоду нельзя пропустить. С 1 по 31 марта в «Оптике СССР». Весенние скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Успевайте до конца марта. Приходите в «Оптику СССР». Редактор субтитров А.Семкин